ПОДПИШИСЬ! Таня, ти мені зрозумість, що в кожному ефірі, коли я веду, хтось готує? Скільки в мене було? Це третій ефір і кожного разу хтось готує? Я тебе трошки поправлю. В кожному ефірі, якому ми ведемо. А, ми ведемо, ну так. Вся річ в мені, ти розумієш. А, добре, самостійка у тебе в порядку. Пустя, ми вам не заважаємо, ні? Я пропоную почати. Що ж, розповісти нам, з чого потрібно починати? І що головне варто починати? Ну, як, спочатку, звісно, потрібно приготувати тесто. У нас вже, звісно, все готово. Тоді пропонуємо починати? Так, давайте почнемо, звісно. Буде не допомагати? Мені можна? Можна, звісно. Будете мені асістувати, давайте. Так, ще почнемо. А я подивлюся, як працюють чоловіки. Для початку потрібно посипати мукою поверхні. О, я можу. Не сильно обільно. Ви кажіть. Наверно, достатньо. Так? Достаточно, да. Я це передбачив. Достали наше тесто. Ложемо. Так, а то ми чуть-чуть длинем. Костянтин, а тісто воно як готується? За особливим рецептом? Звісно, так. В кожній пиццерії це свій особливий рецепт, який, к сожалению, не розкривається. А, тобто в ефірі ви не сказали, правильно? К сожалению, не можна. Для цього є інтернет. Можна відтуда почерпнути ці знання. Але справжній рецепт в інтернеті ми не дізнаємося. Ну, звісно. Такого немає в інтернеті. Це у кожній пиццерії? Чи у вас є якась окрема спільнота якась з Італії? Знаєш, тобі рецепти? Він по всьому світу все... Ні, для кожній пиццерії рецепт заробляється віддельно. І стоїть доволі таки немало грошей. Тому він не розпишається. Ого, непогано, непогано. Вам треба розпочати, але я завжди мрію все зробити. Можна? Ну, давайте попробуємо. Ну, трохи. Починає з середини. А, середини? Так, середини і... Ага, і все правильно робили, так? Ну, да. Можна щось більше надавлю. Добре, добре. Непогано. Я пропоную трохи продати. Це прописання руки. Я все зробив. Я зробив. І так. Продолжаємо. Раскатуємо. Угу. Существує ли какая-то последовательність? То есть, обязательно, як потрібно розкатувати тесто? Начинаємо з середини. Це я вже зрозумію. Середини – це да. І... Количество там... Воно 99. Воно 99. Такого не существує. Все зависит конкретно от теста. Просто, есть очень много различных видов теста. Поэтому, одни раскатываются скалкой, другие – руками. Ну, у нас, вот, к сожалению, скалочкой, да. Руками у нас это тесто не получится так раскатать. И от чего зависит то, какое тесто нужно раскатывать скалкой, а какой – руками? То есть, в чем отличается разновидность? От консистенции. От консистенции теста. Угу. Если оно слишком жидкое, его не получится раскатывать скалкой. Его нужно тогда руками раскатывать. Я так понимаю, наша основа уже готова. Она приобрела необходимую форму. Ну, да. Теперь мы будем растягивать его руками на противень. О, как интересно. Мы растягиваем. Костя, я? Хорошо. Ну, я так понял, да. Вы желаете поэтому. Ну, я не то, чтобы желаю, я жажду. Так. Вот так вот. Я боюсь испортить. Смотрите. Да, да. Могу подсказать немножко. Да, давайте. Нужно вот… Ложите сюда. Прижимаем. Да. И здесь уже начинаете вот пальцами растягивать. Ааа. Можете попробовать. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Опа. Опа. Тань, смотри, мне выходит. Ну, почти. Почти. Давай, давай, давай. Я верю в тебя. Ты в меня веришь? Да. Еще нужны люди с транспарантами, которые, знаешь, плакаты. Сергей, 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 Сергей. Ты делай это с мыслями о том, какая будет вкусная эта пицца. О, какая будет вкусная эта пицца. Вперше, в моем жизни. Так, так. Не, Костян, ты даже сейчас ее порывай. Майже половину ты сделал сам. Не, непогано, так. Если где-то порвется, ничего страшного. Так, а можно… Ее можно склеить. Все можно, да. Все возможно. Подожди, я читал, что залив в Идевске пиццы 200 на кшталтовую. Правильно? Очень много. Очень много. Еще больше. Как называется пицца, которую мы будем делать сегодня? Пицца называется по-милански. По-милански. Какие ингредиенты? Мы бачим сыр. Незвычайный сыр. Правильно? Ваши там… Моцарелла. Моцарелла. Моцарелла, да. Да, еще у нас… Как вы думаете, что это? Болгарский перчик. Болгарский перчик. Болгарский перчик. Тоже это? Всевозможное разновидение. Болгарский перчик. Точно. Вязанных и колбасных изделий. Выглядит все очень аппетитно. Колбасный перчик. Скажи, идет последовательность за этим всем? Ну, конечно, теперь нужно нам соусом намазать. У нас соус какой-то особенный тоже? Ну, не скажете, да? Соус из свежих помидор. Ну, это хотелось бы. А, всего лишь на все, да? То есть никаких секретов? Нет. Туда, конечно, добавляются специи, но в основе лежат свежие помидоры. И соусы вы тоже готовите сами? Конечно. А я еще читал, кстати, что настоящая пицца готовится в печи на дровах, именно на дровах, и разогревается до 450 градусов, по-моему. У нас в Николаеве так готовят? И вообще, это во-первых. А во-вторых, да, правда? Да. Есть у нас, да. Именно на дровах? Да, 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 да. Ничего себе. Настоящий фанат своего дела. То есть у нас в городе можно попробовать настоящую пиццу. Настоящую пиццу, у нас в Николаеве. Ну, ладно, еще один вопрос, который меня волнует. Может быть, не важно, но... Константин, вы были в Италии? Да. Нет, в Италии не довелось. Нет, нет? Ну, там же надо переехать, как бы, показать класс мы Николаевцев. Да, мастер-класс Николаевцев. У вас есть печь? Да, у нас тоже есть печь. О чем вы разговаривали? Хотелось бы, конечно, да. Так, мы вот так вот равномерненько все это распределяем. Соус по... Полностью по нашему... Да, чуть-чуть края можно не замазывать, да. Угу. Чтобы потом не подгорало. Что следующее у нас? Так, дальше мы рассыпаем нашу нарезочку. Вот можете мне сейчас помочь. Да, рассыпайте нарезочку. Хорошо. Колбаски вот сверху. 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 Нет, их в самом конце, да. Так, хорошо. Значит, раскладываем. Балычок, курочку. Балычок, курочка. Хорошо. В хаотичном порядке. Активнее, активнее. Ладно, ладно. Я только учусь. Не наседайте. Так, так. Я справляюсь. Боже, учите. Давайте я вам помогу. Спасибо. Существует ли какая-то последовательность распределения ингредиентов? Нет. Или нет? Нет. Нет. Абсолютно неважно. Как мы закислили, какой-то рисунок сделать или что-либо. Да. Полностью можно включать фантазию. Конечно. А чего делать нельзя? Чего уложить в пиццу вообще категорически запрещается? Знаете, пицца это такое чудо-блюдо, куда можно уложить практически любые ингредиенты. А теперь что, вот эти, да? Что это у нас? Так, а можете рассказать нам о разновидностях мяса, которые мы сейчас применяем здесь? Да, конечно. Я смотрю, здесь два вида балыка и еще идет отдельный какой-то мяс. Вот у нас балык. Да. Это у нас курочка и телятина. Телятина-гринь. То есть у нас такое мясное ассорти будет? Да. Мне нравится. Да, мне тоже нравится. Я люблю мясо. Вообще, парадокс. Я за вегетарианцев, но я люблю мясо. И колбаски, и колбаски. Я смотрю, пиццу любят все. Я за вегетарианцев и мысленно с ними. Ну, я поддерживаю. Вегетарианцы, я вас поддерживаю. И отвернитесь, пожалуйста. Пожалуйста, не смотрите в кадр. Давай, активнее колбаски. Так, все. Последние три колбаски. Четыре ножа. Хватит. И теперь можете рассыпать перчиком сверху. Константин, вы мне доверяете? Конечно. Это очень красивый штрих. Мне нравится. Смотри, красненького добавить. Так, красненького. Пожалуйста. Пожалуйста. Так небрежно. Пожалуйста. Ну, я с любовью это делаю. Счувствую. Смотри. Оп. Оп. Вот так надо. Вот так это надо делать. Скажите, а бывает ли много ингредиентов? Слишком много. Какой объем нужно использовать? Нет. Нет. Хорошо. Вот. Это уже перебор. И я так понимаю, нам остался завершающий штрих. Да. Сырок. Сырок. Сыроком просто прием. Угу. Кстати, Таня, Таня. Завершающий штрих профессиональный. Что ж, а наша пицца уже готова. Телеголедачи, я думаю, обовязково зателефонуют. И пока мы ее отправляем в микроволновую печь, я предлагаю видеться актуальный сюжет про пиццу. Не перемикайтесь. Дивимось. Близько 200. Саме стільки видів італійської пиццы створили винахідлові пиццайоли. Люди, які готують страву в Италії. Неаполітанська пицца в своєму класичному виконанні готується тільки вручну. Ще одна умова – випікатися вона повинна в печі. Ростоплюють дубовими дровами до температури не нижче 450 градусів по Цельсію. На цьому особливості приготування не закінчуються. Тісто, виготовлене з борошна, дрібного помело і натуральних дріжжів, має бродити цілу добу. Коржик до найтоншого стану розготають в руках. Справжні пиццайола граючи жонглюють тістом в повітрі. Далі найсмачніша частина – начинка. З нею теж доведеться повозитися. Так помідори повинні бути саме сорту Сан-Марцано. Вирощуються на вулканічних рівнинах на півні від Везув'я. Коржик з помідорами кладеться в заздалегідь розігірту піч. А коли її виймається, покривається зверху свіжим молодим сиром – моцарелла ді буфала. Тобто на основі молока буйволиць. Далі пиццу збрискують оливковим маслом екстра-класом. Посипають сілью обов'язково морською. І прикрашають свіжим базріком. За цим ще кілька хвилин в пічі і піцца за класичним рецептом готова. Ну що ж, піцца готова. Я готовий її… Відчуваю дуже смачний аромат. Я готовий її просто відчути не тільки за ароматом і за смаком. У мене вже, знаєш, так слинки трошки починають. Ну, трошки це м'яко кажуть, Тань. Тут ти мене розумієш на всі 100%. Костянтин, можна вже почати? Піцца вийшла. Боже, вона така тепленька. Я теж хочу. Я просто відчуваю, яка вона смачна. І хотілося б ще побачити майстер-клас від справжнього піційоли, як потрібно розрізати піцю. Звісно, с удовольствію. Так, ми починаємо. Момент істинний. Ось так. На пополам ровно. На 8 частин обычно розрізається. Найбільше, найбільше. А в зависимости от размера пиццы? Ну да, конечно. Оно тоже на 8 частин разрізається? Только больших? Или же 16, допустим? Не, ну на 16, это ж такая пицца должна быть в диаметре. Ну, в два раза больше, я так понимаю. Ну, ты намекаешь, что кости є, но почему стремиться? В два раза больше? Ну, или просто кости. Ну, или просто кости. Но вы можете більше пиццы приготовить. Итак. Вот. Края, к сожалению, на противне чуть-чуть неудобно разрезать, потому что края не дорезаются. А на что, как правило, нужно выкладывать? Я думаю, это может быть деревянная подставка, да? Да, обычно она деревянная, да. Мне кажется, я видела. Желательно без бортиков. Итак. А наша пицца уже готова. Вона дуже смачно пахнет. Вона уже порезана. И я думаю, что как только мы до нее доберемся, ее уже не будет. Ну так. Я думаю, скоро. Скоро мы перервемся на випис новин. Правильно? Так. Так. Дякую вам, Константин, за такий гарный, смачный майстер-класс. Мы уже трошки пиздецем. Еще раз здесь спятим. Спасибо вам. За взглядом вашим профессиональным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА